Доброе утро, друзья! Вы смотрите «Новое утро» на Новой Одессе. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте! И вы видите, что у нас в студии стало больше людей. Доброе утро! У нас в гостях Дмитрий Конкин, директор открытой лиги КВН Первенства города. Доброе утро, Дима! Доброе утро! Сергей Слюсаренко, главный редактор открытой лиги КВН Первенства города. Всем доброе утро! Это такие титулы, я просто, ну, должна зачитывать с листа. И, я так понимаю, фрагмент команды КВН штат Техас? Да, лучше ее. Евгений Федоров и Владимир Зовтун, которые считают себя лучшей частью этой КВН-ской команды. Доброе утро, ребят! Здравствуйте! Как проснулись? Бодро! Более-менее! Как-то вот не чувствуется у вас КВН-ского энтузиазма, юмор не хлещен. Станцевать можем, как обычно, в начале. А, то есть вы обычно приходите в гости и начинаете с танцев, да? Ну, просто такое время это для КВН-щика не утро. Нет, это уже глубоко заполнил. Для КВН-щика, вот когда вот он проснулся, тогда и утро. Обычно к двум часам дня. На, вот так вот, то есть вы сейчас стимулируете бодрость духа. Хорошо, расскажите нам, пожалуйста, а детский КВН, вот он, он какой, он что, он смешной? Туда стоит ходить, туда стоит смотреть и как-то смеяться? Там, там бывает юмор, там что-то настоящее и веселое. Начни, я продолжу. Нет, Дим, давай ты начнешь. Я редактор просто, для меня не существует понятия совершенно смешного. Одесский КВН – это достаточно интересное понятие, такое своеобразное, которого какое-то время не существовало, достаточно большой промежуток времени. Сейчас вроде бы Одесский КВН снова возвращается, снова идет популяризация этого действа. Мне даже сложно сказать, игра это или театральная постановка это действо, будем так говорить. Ну, вы сами смеетесь на играх? Нет. А это, это... Не смеетесь потому, что заготовлены сценарии? И вы их уже видели? Нет, мы смеемся, во-первых, потому что это много раз мы уже отсмотрели во время репетиций, во время трактов, во время редактирования. А во-вторых, мы не смеемся, ну, знаете, есть старая-старая шутка, это миниатюра, как КВНщик смотрит КВН. Ммм, смешно. Ммм, а это очень смешно. Ахаха, ошиблись, ошиблись. Примерно вот так вот все происходит. Дмитрий, Сергей, скажите, пожалуйста, много ли команд участвуют в первенстве города? Сколько, в принципе, в Одессе существует КВН-секоманд, которые вот сейчас соревнуются друг с другом? Ну, у нас лига, тьфу-тьфу-тьфу, открыта уже несколько лет, поэтому у нас не только одесские команды играют, но и команды со всей Украины. В прошлом году даже зарегистрировалась на фестиваль команда из Кишинева, но она по каким-то причинам не доехала. Да, так в принципе... Они просто попробовали, работает ли этот механизм, зарегистрировались, все, нас взяли. Можно, да, значит, все хорошо. Значит, у нас еще помнят, и Кишинев еще считают юморным городом, да. Может, они визу хотели, я не знаю. Может быть, у них там райдер был, а вы удовлетворили их потребности. Скажите, КВН-ские команды, они всегда отличаются какими-то оригинальными названиями, ну, по крайней мере, так нам хочется думать, нам, зрителям. Да, какие-то классные, прикольные названия одесских команд. Сейчас вот припомню, из команд, которые играли лет пять назад, это Анеморумбометр. Да, команда Гидромета, для них это было абсолютно нормальное название, это какой-то геодезический прибор. Ага. Много-много интересных названий. А сейчас на сцене команда КВН играла лет пять тому назад. А сейчас на сцене команда КВН, а сейчас на сцене команда КВН. Я так понимаю, что диктором берут логопеда, потому что вот название этого гидромета может выговорить только специально обученный человек. Или пьяненький. А, да. Вот такой сиреневенький глазовый колупыватель, да, с половым ножками? Вот Сергей у нас еще и ведет наши игры, поэтому... Поэтому такие названия для меня вообще лихотняк. Скажите, где можно увидеть в ближайшее время что-то смешное, что-то КВН-овское, но не с таким вот лицом, а как смотрят обычно зрители, с улыбкой, со смехом и с радостью? У нас, конечно же. Куда приходить? Наши игры проходят в актовом зале Одесского национального университета имени Мечникова на французском бульваре. И вот 16, если я не... Да, 16 февраля состоится фестиваль. Грандиозное зрелище. Великолепное шоу, которое мы всегда подаем. Кто там будет? Очень много команд, причем не только с Одессы, но и со всей Украины уже регистрируются у нас. Пока мы, скажем так, что уже зарегистрировались команды из Крыма. Это Симферополь, Севастополь, команда с Луганска, Харьков, Днепропетровский, Киев. Ну и Одесса. А суди кто? Не могу не спросить я. Кто оценивает, смешно или не смешно? Оценивают те люди, которые действительно понимают и то, что происходит на сцене, и сколько ночей, дней люди не спали, сколько облазили промрынков для реквизита, интернет-сайтов для шуток, задник привоза на предмет пластика, бумаги и так далее и тому подобное. В общем, оценивают известные одесские КВНщики, победители. Вообще, в КВН считается так, если ты победил в какой-то лиге, в какой-то серьезной лиге, ты имеешь право сидеть в жюри. Либо, если ты медийное лицо, тебя узнают, ты априори выиграл это право, ты тоже можешь сидеть в жюри. Ну, как бы есть определенные исключения, это радиоведущие, они медийные голоса, их в лицо, к сожалению, никто не знает. Они дистанционно судят, просто слушают все. Нет, они приходят к нам в жюри, диджеи с народного радио у нас, просто радио были. То есть достаточно известные личности. Чудесно. Друзья, я хочу напомнить, что вы можете задать вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 718-6191. И мне хочется задать вопрос уже лучшей части команды штат Техас. Как они сами себя называют. Как вы проснулись, ребята? Вы такие грустные, хотя КВНщики. Мы заслушались просто. Так интересно. Первый раз услышали. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашей команде. Как давно она сформирована, сколько там людей и какие места вы занимали? Команда существует довольно-таки недавно. Мы просто сформировали. Две недели? Ну, где-то так. А, да. Это сборная команда из местных двух. Мы сплотились на почве ненависти друг к другу. Или объединенные ненавистью против кого-то третьего. Да. Тоже есть. Получилось так, что мы играли отдельно, даже друг против друга. Несколько раз сталкивались, и кто-то побеждал. Вот почему вы так далеко сидите. Именно поэтому. Но потом на непонимание. Понятно, да, кто третий, кому ненависть. А, да, вот почему. Да тоже наши выпускники. Да, кстати, мы то, что там играли, но не выигрывали. Ну, сейчас, к сожалению. Да. Сколько у вас человек? Сколько человек, да, в команде? Пять. Каждый раз по-разному. Изог меняются. Получается. У вас там девочки есть вообще? Есть. А как у девочек с юмором? Ну, обычно девочки в КВНе две функции выполняют. Либо заполняют собой образовавшиеся пустоты, либо говорят все время какие-то глупости. Красиво поют. Ну, например, как я на программе. У нас в случае красиво поют. В нашем случае она универсально на обе функции выполняет. И заполняет, и красиво поет. Чудесно. Так, какие у вас еще достижения есть, кроме того, что у вас яркие свитера? А больше-то и ничего. Мы знаем о том, что вы подготовили какие-то специальные миниатюры для нас. Может быть, мы что-нибудь сможем посмотреть прямо сейчас? Покажем. Ладно. Просим. Давайте, да, просим. Я думала, просить не надо. Выйдут все. Они же привыкли под аплодисменты. Большие люди. Под аплодисменты выходить. Дамы и господа. Лучи на меня, камеры на меня. Итак, первая миниатюра. Случай после бурной вечеринки. Ох ты ж, блин. Как вчера погуляли. 12 часов. Что же делать с это дома? Ладно, ладно. Вовка, 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 я все уберу. Вовка. Вот, блин. И Женя еще не отошел. Следующая миниатюра. Представьте себе, Сергей Безруков возвращается домой после родительского собрания. Ах, сына, сынок-то, ах, двойку-то по русскому языку-то, ах, и в глаза бати-то боится смотреть, а отремняку-то заслужил-то, а отремняку-то. Знает, сукин сын, что батенька березоньку-то русскую не любит-то. Интересно, ребята, у вас там что-то рушится. Нет, это задумано. Я вам сейчас помогу. И такая сейчас последняя миниатюрочка. А вот давайте мы пока лишим. Любимая наша, любимая наша миниатюра. Привет, маме пока есть. Да, привет. Итак, представьте себе, вот у каждого, наверное, действия был именно такой настырный друг. Женька, Женька, а пошли с тобой к тебе домой в приставку поиграем. Мне мама не разрешает домой больше одного человека водить. И вообще не разрешает водить людей. Ну пошли. Да нет, тем более ты цыган. Я не цыган. Меня просто украли. А ты вообще еврей. Да не еврей я, не еврей. Вот тебе звезда. Стой. Стой, Яшка. Если я цыган, Яшка, цыган. Так черту эту приставку. Давай в неуловимых псителей. Неси пистолеты. Мама там тоже не разрешает. А, я же говорю, ты еврей. Вот такая. Чудесно, ребята. Вы проснулись. Это уже оставьте себе. Это просто... Это уже ваша Евгений. Причем попытались раздеться. Два ремня, я так понимаю, да? Конечно. А у каванщика всегда два ремня. В этом случае. Это реквизит. Резина. Одна резина, один. Чуть-чуть ближе к микрофону, если можно. Он у нас, да. Вот специально обученный вот так. Рассказывайте, где вы играете. Вот я так понимаю, 16-го числа, да? Посмотрим, как пустят нас редактора. Мы проштрафились немножко. Уже пустят. Вот сейчас в прямом эфире они говорят, что пустят. Можно взять с них слово. На самом деле мы играем и в одесских местных лигах. Вот играли сезон. Ради чего мы объединились в первой украинской лиге. Дошли до полуфинала. Там, к сожалению, не попали в финал. Но все равно одесская команда выиграла этот турнир. А почему в штат Техас? Вы будете в чем-то ковбойском, корову приведете, я не знаю. Нет. Ну, вообще, изначально, как мы задумывали, да, что в штат Техас, вот в Техасе есть своя Одесса, вторая. Да, есть. Мало кто об этом знает, но вот мы позиционируем себя как американский. Да, мы вот оттуда. Мы из Одессы и именно штата Техаса. Вот так. Так, кроме Одессы, мы еще балуемся, колесим по Украине вообще. Маленько. Прославляем Ринно Мисту и на других прославлях. Скажите, пожалуйста, друзья, чем Одесская Лига может похвастаться вот на всеукраинском уровне? Какие были достижения? Были какие-то, я не знаю, где вас замечали, куда вы ездили? Вы ездили в какие-то другие города, другие страны? Похвастаться, ну, например... Наши представители, наша россыпь, так сказать, Одесская. Россыпь наша Одесская и, собственно, наши выпускники играли во многих лигах и играют до сих пор. Вот команда сборной Одессы, которая называется Одесские Манцы, это выпускники наши позапрошлого года. Да. Да, позапрошлого года. Они в прошлом году, в сезоне, стали чемпионами и первой украинской лиги, и краснодарской лиги. Причем в краснодарской лиге... Причем в краснодарской лиге они стали безоговорочными чемпионами еще на уровне полуфинала. Все сказали, ну все, Одесские Манцы выиграют. В финала не будем, все, без Манцев. Они стали абсолютными чемпионами сезона, они выигрывали каждую игру в Краснодарке. Да, причем Краснодарская лига... То есть в чернии финала, да? Да, с фестиваля. Ага, еще с фестиваля. Фестиваль там тоже, по-моему, в зачет идет. Сам факт. Наши выпускники, которые, к сожалению, в конце прошлого года решили, что они не хотят больше играть в КВН, они хотят зарабатывать деньги. Потому что КВН и деньги – это разные вещи, к сожалению. Команда Пантемима играла и в Слобожанской лиге в городе Харькове, и стала чемпионом Севастопольской лиги, и достаточно успешно играла в Крымской лиге. То есть КВН – это все-таки отнюдь не коммерческая, как это было раньше, это, как и прежде, это энтузиазм, это просто бодрость духа и оптимизм участников команды. Да, то есть мы свою лигу иногда ласково называем «Тамагочи», потому что мы в нее вкладываем нервы, деньги и время, она нам приносит удовольствие. Отлично. Ну тогда зовите наших телезрителей на игры, рассказывайте еще раз, когда и куда прийти, чтобы увидеть и посмеяться. Милости просим, 16 февраля в актовый зал университета имени Мечникова на Французском бульваре на отборочный фестиваль нового сезона. Сезон мы назвали в этом году «Сезон событий», поэтому будем каким-то интересным событием прикручивать все игры. И добро пожаловать, и получайте удовольствие, потому что смех продлевает жизнь. Это я вам говорю. Все, друзья, с нами сегодня был Дмитрий Конкин, директор открытой лиги КВН «Первенство города», Сергей Слюсаренко, главный редактор открытой лиги КВН «Первенство города», а также прекрасная часть команды КВН «Штат Техас» Евгений Федоров и Владимир Зовтов. Да, которые пытались нам, кстати, разломать студию, а я напоминаю, что генеральный спонсор нашей программы – строительная компания «Будова». Строительная компания «Будова» всегда приятно возвращаться домой. Реклама на новом утре на Новой Одессе.